В Твери сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже Тюбинга. Своё злодеяние он совершил, что называется, средь бела дня, да ещё и под камерой видеонаблюдения. Именно эта запись помогла стражам порядка выйти на след преступника. Теперь ему может грозить до одного года лишения свободы. Мнение общественности разделилось. Кто-то обвиняет во всём исключительно мелкого воришку, а кто-то бросает камень в огород тех, кто оставляет личные вещи на лестничных клетках. Никита Васильев продолжит. 13 января 2022 года на этих кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, в подъезде одной из тверских многоэтажек видно, как человек капюшони выносит на улицу тюбинг или так называемую ватрушку. Казалось бы, ничего необычного. В зимнее время года этот вид развлечений пользуется большой популярностью. Катающихся на тюбингах можно наблюдать в разных районах города. Однако позже выяснилось, конкретно этот тюбинг, схватившему его мужчине, не принадлежит. Мелкий воришка позарился на чужое добро. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции. В ходе проведения проверочных мероприятий участковый полномоченный полиции изучил записи камеры видеонаблюдения, установленных в подъезде. При их осмотре полицейский выяснил, что тюбинг был похищен в ночное время неизвестным мужчиной, который вышел из подъезда с похищенным в руке. В ходе разыскных мероприятий при проверке лиц, ранее причастных к совершению аналогичных преступлений, злоумышленник был установлен. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности не работающий 25-летний горожанин. Свою вину любитель чужих тюбингов отрицать не стал и в содеянном сознался. Теперь ему может грозить до одного года лишения свободы по статье 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом подвергнутым административному наказанию. Мнение общественности по этому вопросу разделилось. Кто-то обвиняет во всем исключительно мелкого воришку, а кто-то бросает камень в огород тех, кто оставляет личные вещи на лестничных клетках. Понятно, что преступника никто не оправдывает. Брать чужое плохо. Этому нас учат с самого детства. Но в то же время, считают некоторые горожане, к своим вещам надо относиться куда более бдительнее и не оставлять их без присмотра в общественных местах. Но много ли среди наших земляков тех, кто хранит такую вещь, как тюбинг вне своей квартиры? На лестничной клетке или еще где-то? Это мы выяснили в ходе экспресс-опроса, проведенного на улицах областной столицы. Своя вот эта ватрушка, да, личная? Сколько у вас их на семью? Две. Где вы храните ее, как правило? То есть вы покатались, куда вы ее заносите, как вы ее вообще храните? У нас есть специальный, скажем так, шкаф, сделанный на балконе, где мы храним такие вещи. Ну, это вы живете, получается, в частном доме или в квартире? Нет, в квартире. И у вас вот на балконе есть такое место? Да, мы специально устроили, строили для хранения вещей. Храните дом? Храним дом, да. Много ли места вообще занимает? Нет. Нет. У нас есть в доме колясочная, очень удобно. Тюбинг храню, у нас в подъезде есть колясничная, вот, покатаюсь и там оставляю. На балконе. Словом, большинство жителей Твери свои ватрушки хранят дома и на лестничных клетках, дабы не провоцировать нечистых на руку граждан, имуществом не разбрасываются. Однако, как показал вышеописанный случай, не все могут похвастаться подобной бдительностью. В этом случае остается вспомнить старую русскую поговорку. На бога надейся, а сам не плашай. Редактор субтитров А.Семкин